Три раунда кикбоксинга с возможностью экстра раунда. И я представляю вам участников и первым бойца, который выйдет на центр из синего угла. Ему 31. Его официальный вес 76 килограммов ровно. При росте 182 сантиметра. Его профессиональный рекорд 4 победы при двух поражениях. Он мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Двукратный чемпион Азии и восьмикратный чемпион Республики Кыргызстан. Бронзовый призер Кубка Мира, представляющий клуб Алыш. Атиле Бикшан Уллу. Его соперник. Не могу сказать за кикбоксинг, но вот именно в боксе азиаты, Казахстан, Узбекистан. Очень сильный. И сохранить советскую школу. Я думаю, что здесь тоже ребята будут очень серьезные. Его профессиональный рекорд 2 победы. Интересный дом, мне кажется. Мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России, победитель первенства мира и Европы. Обладатель Кубка Мира по кикбоксингу Паверси Вахо. Представляющий клуб Урал Калифайтер. Дамы и господа. Лотов, Александр, Саня, русский чемпионист Генрид. Видимо, знает. Конечно. Хорошо знакомых. Итак, друзья, давайте смотреть. Аделет заметно выше. И поэтому Александру нужно сокращать дистанцию. Нужно идти вперед к сопернику. Отбивать ноги, работать по туловищу, просаживать функционально. Ну, в общем-то, что он и делает. Неплохая ручная скорость у Александра. Но, опять же, Аделет – это опытный боец, который много выступал также по любителям, равно как и Александр. И также имеет довольно солидный опыт выступлений в боях по профи. А вот то, что вы сказали, что касается азиатской школы бокса, да, и как раз именно про Узбекистан. Да, мы все помним, что узбекские боксеры сотворили на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, как раз когда они выстрелили тогда. Потом они отлично выступили в Екатеринбурге в девятнадцатом году. В Токио был провал откровенный для них. То есть как-то не произошла у них смена поколений, видимо. И все те ребята, которые боксировали и одерживали победу, они уже ушли профессионалом. И, кстати, очень хорошо там выступают сейчас. Так, вернемся в клетку. Хорошо старается удерживать Аделет нашего парня на дистанции, отрабатывая фронт-киками. Левый боковой на скачке от Александра не проходит. Да, нужна работа по ногам обязательно. По туловищу, да. Все нацелено на то, чтобы просадить оппонента, замедлить его. Хороший лоу. Александр нужна липом с ближней дистанцией, либо дальней. Средней нельзя оставаться. Почему-то застрял сейчас перед соперником Александр. Неплохой размен. Мы видим, что парни работают в такой профессиональной силовой манере. Все удары нацелены на то, чтобы перевести оппонента побыстрее в горизонтальное положение. Очень опасно бьет левой на скачке. И хорошо по дальней ноге атакует Александр. И поближний тоже работает. Подходит без ударов к сопернику Александр. Это не очень хорошо. Он натыкается на встречные джебы. Но при этом блок достаточно плотный у Гельвиха. И его не может пока пробить и разбить Аделет. Снова работает по туловищу Александр. Хорошо по передней ноге. Вот эти удары, они очень сбивают с прицела. Они раздражают. Ну и плюс, говорит, это больно. Здесь и секунд осталось. Концовка. Но в данном случае можно, я думаю, смело говорить, что защита преобладает над атакой. То есть ребята работают достаточно активно. Но хороших попаданий мы с вами видели не так много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидится будет, да? Смотри. Обнимаешь мне еще. Да. Ну, спокойно сейчас. Сейчас уже увидел. Он ничего не делает. И налево его надо, право реагировать. Понял? То есть ты нормально раздеваешься, но будет, а признаешься. Удаляйся. Удаляйся. Дом. Итак, друзья, это Урал Файтинг Чемпионшип. Это поединок по правилам кикбоксинга. Бекжану, Луадилет и Александр Гельвих. Первый раунд позади. Олег Саитов со мной на комментаторской позиции. Олег, как, на ваш взгляд, кто забрал стартовый раунд? Я бы отдал Александру, потому что, на мой взгляд, во-первых, он владел инициативой. И, ну, более точнее, что ли, был немножко. Подслушали мы, что говорили Александру в углу, в частности, его тренер Сергей Матвеев. И он сказал, чтобы Александр лучше... О, попал! Попал ногу в голову. Тут же пошел дорабатывать соперник Александр. И берет колено. Берет колено Бекжану Луадилет. Хороший нокдаун. Надо восстанавливаться. Ну вот, пожалуйста. Попал, попал. Хорошо. Главное сейчас не бросаться сломя голову очень внимательно. Да-да-да. Вот, Олег, я думаю, что вы поддержите меня, что умение добивать соперника – это отдельный вид искусства в боях. Да-да-да. Не психовать. Потому что еще и можно самому нарваться, если... Нарваться можно, да. И спешить. Как говорил мой тренер, поспеша, не спеша. А Долит пытается отыграться. Наносит удары. Пока они все приходятся в защиту. Снова попытка пробить ногой в голову. Напоминает мне чем-то Александр Гельвих по своей манере ведения боя. Легендарного голландского кикбоксера Робина Ван Росмалина. Тоже невысокий, крепко сбитый. Левый сбоку хорошо. Перекрывается плотно блоком. И вообще, мне кажется, что Александр демонстрирует такой, где-то даже голландский кикбоксинг, когда вот так окапывается на ногах, закрывается жестко блоком и начинает рубиться на средней и ближней дистанции. Но не хватает серии. И порой грешит тем, что Александр подходит без ударов. Да, хороший блок – это отлично, это все классно. Левый на скачке и по передней ноге хлесткая атака. Ставит щиты Аделет. Очень спокойно принимает удары соперника на защиту Александр Гельвих. Хороший, плотный, жесткий блок, такой профессиональный у него. Попытка пробить фронткик. Ну что, по-моему, Бигжан восстановился, да, после пропущенного удара. Полностью восстановился. Очень опасно так пошел головой вперед сейчас Александр. Могло быть столкновение головами. Ну, благо, что Аделет ответное движение вперед не совершил. Пытается, пытается Александр навязать сопернику вот эту рубку, вот эту драку, в которой он себя чувствует наиболее комфортно. Хорошо, опять по передней ноге и тут же переводит на голову. Здорово. Сдваивает левый в туловище, правый сбоку. Левый в туловище, левый сбоку в голову, прошу прощения. А теперь уже сдваивает удар ногой по корпусу. Тут же попытка атаковать ногой в голову. Попадает Аделет, неплохо. Все-таки порой дает защиту с бою у Александра. Второй раунд. Но даже без учета нокдауна, я думаю, что Александр Гельвих должен забирать раунд. Раунд его. Хороший нокдаун был. Достойный. Да, при этом, к чести Аделета, надо сказать, что он смог восстановиться и дальше продолжит довольно конкурентный поединок. Хорошо подготовил, да? Через живот показал и тут же выпустил удар справа. Сейчас еще раз на повторе посмотрим. Ну и как восстановился-то после этого удара, явно поплыл Аделет. Бой еще не сделан. Третий раунд очень много может решить. Единоборство до последнего удара нельзя себя считать непобедительным, непроигравшим. Сколько мы видели таких боев, когда поединок идет в одну сторону, потом какая-то ошибка, оплошность, бам, и все. Тем более оба ребята профессионалы очень хороши, оба бьючие. И в любой момент может случиться что угодно. Третий раунд. Поехали. Третий раунд. Александр будет идти вперед, конечно же, будет сокращать дистанцию. Хорошая серия, такая классическая, даже боксерская. Правый в туловище, левый в голову сбоку. Опять левый на скачке. Ну и плюс Александр еще не забывает о выходе из своих атак, разрывая дистанцию. Или же сразу намертво перекрываясь блоком. Опять же, да, одно из первых, чему учат в единоборствах и в боксе, не застревать после своей атаки. Обязательно выход, обязательно защитное действие нужно какое-то выполнять. Обязательно. Чтобы соперник не мог контрить. Опять же, да, посмотрите, насколько спокойно принимает удары на защиту Александр очень... Ну, прям вот реально мне напоминает Росмалина он. Только единственное еще отличие, пока Александр, он все-таки молодой парень, еще начинающий профессионал. Росмалин это уже состоявшийся боец, многократный чемпион мира. Александр использует короткие серии. А знаменитый голландец, он прям наваливал 3-4-5 ударов через живот на голову. Ну, Александр, ему это еще придет, я уверен. Аделет будет рисковать. Ему надо, ему надо, он проигрывает. Хорошая атака была, кстати, Аделет неплохо на ногах отрабатывает. Все-таки периодически тоже застревает перед соперником, не успевает. Вот неплохая серия. Опасно, да, не заставили. Вот, кстати, правый снизу Аделета выглядит довольно перспективно, мне кажется. То есть, боковым ударом Александр готов, прямым готов, а вот снизу между перчаток иногда проходит у Аделета. Это всегда, когда соперник ниже тебя, снизу надо не забывать поднимать снизу. Да, вот, кстати, казалось бы, да, апперкот это как раз уделал более короткоруких бойцов, которые заходят на ближнюю дистанцию. Давайте вспомним, например, того же Ленокса Льюиса, который был очень высокий, который обладал огромными просто рычагами. И как он сажал эти апперкоты, люди падали. Тот же самый, кстати, Тайсон Фьюри, да, если мы берем нынешнее поколение бойцов, тоже у него удары снизу очень жесткие и очень опасные. Хотя уж какой он, да, высокий парень. Хорошая атака в исполнении Александра. Ну и надо поджать, поджать. Резать надо углы обязательно, что и, кстати, советовал ему Сергей Матвеев, тренер. Ни в коем случае нельзя показывать, если даже ты устал. То есть усталость ни в коем случае. Ему сейчас надо до конца держать боксера в напряжении. Да, но вот это очень сложно, когда уже организм на пределе. Хорошо пробьем. Бэкфиест и тут же, не проваливаясь. Вот, кстати, этот удар с разворотом в бедро очень хорошо делает одноклубник Александра Вудеслав Украинец. Все, победил. Да, заканчивается поединок. Молодец. Да, наверное, Александр Гельвир заберет победу в этом бою. Что-то мне подсказывает? Ну, бою мне не выиграл. Все три раунда. На ваш взгляд, в чем еще надо Александру прибавить? Вот даже если мы там не берем удары ногами, да, чисто в боксерской технике, вот где вы, может быть, увидели у него какие-то недочеты? Ну, знаете, больших огрех я не увидел. Все нормально, с защитой самое главное, все нормально. Ну, а с тренером они... Нужно больше каких-то коронок, фишек, которые проходят, ну, больше наработать. Фитов, да. Да, да, да. А так все нормально, каких-то больших огрех я не увидел. Да, и самое главное, что Александр показывает такую очень яркую, очень профессиональную манеру ведения боя. Плотно стоит на ногах, жестко бьет. Хорошей серии показывает череду и удары руками и ногами. То есть, ну, действительно, есть с чем работать. В этом поединке после трех раундов кикбоксинга единогласным решением судейской бригады победу одержал Саня Александр Гельвиха. Поздравляем Александра Гельвиха, поздравляем Сергея Матвеева, поздравляем...